Наши новости в прямом эфире ОНТ в студии Екатерина Тишкевич. Добрый вечер. Без прорыва в науке Беларусь не сможет подняться на следующую ступень развития. Об этом сегодня заявил президент на встрече с рабочей группой, которая анализирует деятельность Национальной Академии Наук. Команда специалистов сформирована в прошлом месяце и будет работать на постоянной основе. Александр Лукашенко предостерегает от поспешных выводов. Уж слишком важна эта сфера и цена ошибки крайне высока. Однако отдельные болевые точки удалось выявить. Речь не идет о реформировании Академии. Ее состоятельность под сомнение не ставят. Скорее о донастройке. Ведь время уже не идет и летит. Значит, должны быть актуализированы и задачи для ученых. На этой встрече определены направления, на которых сконцентрируется рабочая группа с тем, чтобы до ноября представить президенту полный отчет и варианты решения проблем. Так неужели принцип «неучи ученого» отменяется? Анна Пыш. Другим наука. Придет время, когда наука опередит фантазию, верил основоположник научной фантастики Жюль Верн. Нет преград человеческой мысли, вторил ему ученый и конструктор Сергей Королев. А великий многолекий Лев Толстой уверял, что наука людям даже более необходима, чем пища. Все эти, без сомнения, красивые слова сегодня данность. Страна находится на таком этапе развития, когда без науки невозможно сделать никакого движения вперед. Поэтому наука и еще раз наука. В Беларуси ученых буквально холят и лелеют едва ли не с первых дней президентства Александра Лукашенко. И так уже три десятка лет. Подпитывая научные умы, государство вправе спросить за результат. Как не бывает дыма без огня, так и рабочие группы вдруг не создаются. Науке мы отдаем все приоритеты. Без нее развитие невозможно. Но в последнее время я вижу, что Академия наук допускала серьезные просчеты. Это тоже бывает. Наука такая вещь, когда приходится идти непротаренными путями, когда надо осваивать серьезные проблемы, брать вершины. Поэтому, естественно, ошибки возможны. Но что меня насторожило, что эти ошибки допускались Академией наук, там, где их быть не должно. Там, где мы уже кое-чему научились. Допустим, в животноводстве, в растеневодстве. Научные практические центры созданы в Академии наук. Они также работают не лучше других соответствующих центров, которые существуют вне Академии наук, а должны быть лучшими. Ну и обращение ученых, специалистов некоторых членов правительства меня убеждают в том, что нам надо серьезно посмотреть на развитие академической науки и принять соответствующее решение. Ученые и люди тонкой душевной организации и Александр Лукашенко не хочет их ранить. Ведь они творцы. Но важен же не только процесс, а и результат. Я не хочу, чтобы присутствующие здесь руководители Академии наук и ученые подумали, что тут, знаете, мы готовим некую акцию. Не дай бог подумают против Академии наук. Нет. Задача не провести зачистку, а очистить научную сферу от ненужного, чтобы дальше определиться, на какие программы сделать ставку, в среднесрочной перспективе. Цель – обеспечить технологический суверенитет. И дело не столько в санкционном давлении. К нему Беларуси не привыкать. Президента куда больше заботит стремительное развитие технологий. Я говорю о сумасшедшем развитии мира. Особенно в Азии, на Востоке, но и Запад не спит шапку. На последнем саммите НАТО заявлен четвёртый приоритет – технологический рывок. А это квантовая технология, искусственный интеллект, биология, цифровая трансформация. Мы не должны и не имеем права отстать. Лукашенко – не ретроград. Он прекрасно понимает – светлое будущее может быть только высокотехнологичным. И самая острая конкуренция в мире разворачивается именно здесь. Гонка вооружений, хотя она невозможно без науки, отдыхает. Возможности колоссальные. Упустить нельзя. Наука должна опережать время, но ни в коем случае не плестись в хвосте. И дело не в том, что Беларусь хочет быть впереди планеты всей. Да, совершать научные открытия престижно, но упадёт ли яблоко на голову учёного – большой вопрос. А деньги стране нужны всегда. Дороги будут прокладываться, а жильё возводится, когда Беларусь будет выгодно продавать высокотехнологичные товары. Тот же трактор. Чем умнее начинка, тем он дороже. Главное – отечественная наука должна двигать экономику страны. То есть должен быть конкретный результат, ощутимый для государства и для людей. Особенно в настоящее время. Я не отрицаю развитие фундаментальной науки ни в коем случае. Она позволяет заглянуть за горизонт. Это важно. И она будет у нас развиваться. Но сегодняшний день делает результаты прикладных исследований. Именно они поднимают страну на новый уровень. Что этому мешает, анализирует рабочая группа, которую возглавляет председатель комитета госконтроля. Важно понимать специфику этого органа. Всё хорошо у него не бывает в принципе. И при перечислении недостатков, кажется, тучи сгустятся над Дворцом независимости. Прошу вас, не пытайтесь делать окончательные выводы. Не торопитесь. Вопрос очень серьёзный. Пожалуй, главная проблема в том, что зачастую Академия наук и заказчик, и подрядчик, и приёмку сама осуществляет. То есть, по сути, оценивает сама себя. А значит, ей просто необходим взгляд со стороны. Те наработки, которые есть у Академии наук, должны активно внедряться в производство. Пока это не всегда срабатывает. Поэтому основная цель деятельности рабочей группы – это максимально повысить КПД от деятельности нашей науки. Это в помощь. То есть, мы не собираемся что-то рушить. Мы должны выстроить с помощью них ту систему, которая будет эффективно работать. И даже то, что сегодня в рамках совещания были разные мнения, такие же разные мнения высказывались и на рабочей группе, – это хорошо. Это значит то, что мы в конечном итоге придём к какому-то оптимальному варианту. И вот вопрос. То ли Академия не работает на нужды производственников, то ли те сами не могут определиться, что им нужно. Александр Лукашенко настаивает. Важно услышать мнения самих учёных. Они ведь не британские. И определить, где во всей цепочке слабое звено. Безусловно, инновационная деятельность, я считаю, что это одно из слабых звеньев. В целом, не только у нас, в стране. Это вообще проблема в мире. Но когда есть корпоративная наука, конструкторское бюро, там, значит, всё в одном. А здесь у нас есть определённые ведомственные барьеры. И в этой ситуации, когда мы делаем государственные научно-технические программы, то я глубоко убеждён, что заказчиками этих программ должны выступать отрасли или конкретные даже компании. Надо найти финансовые инструменты. Мы тоже над этим работаем. Каким образом проинвестировать или каким образом оказать поддержку предприятиям в задействовании результатов научно-технической деятельности, которые осуществляются не в рамках их подразделения, а, например, в структуре Академии наук. Это тоже очень важно, потому что процесс внедрения разработок вообще достаточно дорогостоящий. Сегодня материально-техническая база многих предприятий весьма устарела. Её необходимо модернизировать, менять. Часто говорят о цифровой экономике, не понимая, что это такое. Это, прежде всего, роботизация, автоматы, полуавтоматы, которые имеют программы. И на этой технике должны работать люди с высшим образованием, которые могут повысить производительность труда. А нам надо её увеличивать где-то приблизительно в два, в три, в четыре раза. Эта встреча показала давно известная. Сколько людей, столько мнений. И, говорят, дискуссия была бурной. Но какие бы ни кипели страсти, президент просит не забывать об одном. Говоря, что наука не имеет отечества, но учёные рождаются, учатся и достигают определённых высот, будучи гражданами своей страны. Большинство великих учёных – настоящие патриоты. Скажу больше. Гражданин с высоким званием учёного должен быть самым активным проводником государственной позиции. Другими словами, учёный по глубокому убеждению Александра Лукашенко должен исходить из государственных интересов и креативить на благо страны. Речь не о том, чтобы зажать учёных какими-то рамками. Ведь творить способен лишь по-настоящему свободный ум. Вот тут можно было бы сказать «не учи учёного». А и правда, это они сами должны всю жизнь учиться, а их начальники – ставить конкретные и актуальные задачи. Ведь даже для того, чтобы развивался искусственный интеллект, нужен живой во всех смыслах ум. Анна Пыш и Сергей Янковский. Наши новости ОНТ. И вот где действительно преуспели учёные, так это в агросекторе. В закромах уже почти 5 миллионов тонн хлеба нового урожая. На него трудится и наука. Разработаны уникальные сорта культур, урожайность которых в наших условиях выше зарубежных. Обеспеченность собственными семенами – вопрос стратегический. Их доля на полях должна быть не менее 80%. Вопрос на контроле. В нынешнем году госреестр уже пополнили два десятка новых сортов. Наталья Петкевич, Школа высоких урожаев. Достаточно продуктивный колос, высокая зимостойкость. Первый сорт белорусского зимостойкого ячменя – буслик. Урожайность выше 80 центнеров с гектара. Для капризной культуры, которая боится холодов. Такие цифры – рекорд. А для белорусских учёных – победа. Рядом – рожбелги, пшеница Асима и рапс Николай. Новое слово отечественной селекции. Уникальные разработки. Это мы называем сорта нового поколения, потому что они созданы с помощью современных технологических методов. Продуктивность составляет более 100 центнеров с гектара. Они полностью могут с успехом заменить западные сорта, которые сегодня занимают определенную нишу на полях нашей республики. Дело рук белорусских учёных – более полутысячи сортов сельхозкультурно. Создание одного больше 10 лет. Да, селекция – процесс не быстрый, а поэтому работают по так называемой ускоренной технологии. За год получают два поколения семян. Счёт образцов в питомниках идёт на сотни тысяч. От Витебска до Бреста для каждого региона создают свой. И если задача хлеборобов – погодные форс-мажоры – не потерять ни зёрнышка, учёных возможно даже обмануть природу. Мы стараемся создавать сорта, которые будут устойчивы к стрессовым факторам среды. То есть это и низкие температуры, это и перезимовка, это очень частые засухи, также перевлажнение. То есть мы стараемся создавать такие сорта, чтобы они были пластичны и стабильны, несмотря на погодные условия. Путь хлеба на стол начинается не с полей, а с лаборатории. В этом селекционеры уверены. Их работа не зависит от сезонов. В режиме нон-стоп – круглый год. Для того, чтобы зерно стало пышной, вкусной, а главное – полезной булочкой, каждая просматривают в деталях. Отобрать лучшее, ценное по каким-то конкретным признакам, выбраковать плохие, которые содержат, допустим, непитательные вещества или вредные. Ну, вы знаете, что обрабатывают от болезней, от вредителей. И затем надо посмотреть, остались ли эти вредные вещества в продукции, которые мы употребляем в пищу. Хлеб любит заботливые женские руки. Вот так, колосок к колоску, происходит обмолот элитных растений. Здесь, в селекционном комплексе, более полутысячи тонн лучших семян. Золотой запас страны, без преувеличения. Семена сортируют, сушат и отправляют в хозяйство. Сейчас на полях доля культур под маркой сделана в Беларуси более 70%. В каких-то пару десятков лет назад эта цифра была втрое меньше. Если взять фирмы, зарубежные селекции, у них же те самые гибриды. Разбилка по ценам от 50 долларов до 300. Если в этой стране, например, как у нас, что у нас есть институты, которые конкурентоспособные, у которых сорта на уровне и не хуже ихних, у нас их цена будет 50 долларов. В тех же странах, где нет у них конкурентов, нету отечественной селекции, у них уже 300 долларов. Свои семена вопрос не только импортозамещения. В первую очередь, прод безопасности. Штормит во всем мире, и сейчас это тема номер один. Свою Беларусь обеспечила. Можем накормить и себя, и других. Но это ли повод почивать на лаврах? Для аграрной страны ведь можно и больше. Не устает повторять президент. Для этого есть и опыт, и техника, и технологии, и зеленый свет от государства. Сейчас снова период погодной турбулентности. Но на милость природы хлеборобы, которые работают в зоне рискованного земледелия, рассчитывают едва ли. Паузы никакой у нас нет. К озимому рапсу мы приступили сеять. Мы, соответственно, понимаем, вот как сейчас непогода случилась, мы практически в два раза увеличили объем пахоты. Не только убрать поля, но, соответственно, внести удобрения, внести органику. Это тоже очень большой комплекс работ. В ближайшее время, я думаю, что мы уже, если все хорошо, подойдем к планке полтора миллиона тонн. Да, нынешнюю страду легкой не назовешь. Но задел на урожай хороший. Республиканский каравай становится весомее и больше. Золотой запас озимого ячменя уже в закромах. Завершена и массовая уборка озимого рапса. Хлеборобы не теряют ни минуты и уверяют, зиму встретим с полными амбарами. Наталья Питкевич, Игорь Хвичиня, Сергей Андрушкевич и Яна Белковская. Наши новости ОНТ. Электроснабжение всех населенных пунктов после последней бури восстановлено. На утро без электричества оставалось еще полсотни деревень. Завершены основные работы по уборке упавших на провода деревьев и веток. Линии электропередачи отремонтированы. Поврежденные опоры заменены. Больше других стихия затронула Гродненскую, Минскую, Гомельскую и Брестскую области. Для восстановительных работ задействовали 355 бригад и 460 единиц техники. Работали в усиленном режиме. В 18 случаях деревья упали на проезжую часть. Инциденты произошли в 8 районах области. Пострадавших нет. Условия жизнедеятельности людей не нарушены. На данный момент ведется мониторинг оперативной обстановки. Циклон с ливнями и шквалистым ветром бушевал в стране несколько дней. Электроснабжение было нарушено почти в 2000 населенных пунктах. Пренеприятнейший вопрос в судьбе жизни президента. Александр Лукашенко сегодня пригласил во Дворец независимости тех, кто погружен в уголовный процесс в отношении гражданина Германии Рика Кригера. В Беларуси он приговорен к исключительной мере наказания, то есть к смертной казни. Приговор по совокупности по шести статьям Уголовного кодекса, ключевая из которых акт терроризма. Кригер по заданию иностранных спецслужб организовал взрыв на железнодорожной станции под Минском. Пострадавших не было, но все же это особо тяжкое преступление. Так его квалифицирует закон. Рика Кригер, от которого отвернулись власти Германии, чему их гражданин был очень удивлен, приговор не обжаловал, но написал прошение о помиловании на имя президента. Выслушав сегодня всех, глава государства решение принял. Прошение о помиловании удовлетворено. Игорь Тур с подробностями. В рабочем кабинете главы государства сегодня люди в деталях, посвященные в судьбу гражданина Германии Рика Кригера, осужденного в Беларуси за акт терроризма и по совокупности преступлений, приговоренного к исключительной мере наказания, то есть смертной казни. Кригер работал в службе безопасности посольства США в Берлине, где получил навыки обращения с боевым оружием и отправился в иностранный легион наемников на Украине. В сентябре завербован украинскими спецслужбами для терактов на территории Беларуси. По инструкции координатора, Кригер забирает в лесу рюкзак и оставляет на железнодорожных путях на станции Озерище. От взрыва, к счастью, никто не пострадал. Задержан КГБ на следующий день. В ходе судебного заседания вина Рика Кригера доказана полностью. Более того, гражданин Германии смертный приговор не обжаловал, а сразу написал прошение о помиловании на имя президента Беларуси. Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. Кригер Рика, гражданин Германии, оказывается, только в 93-м году родился, судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания. По нашей конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента – это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, ну не то, что можете посоветоваться, но услышать ваше мнение. Вы, люди, непосредственно причастны к рассмотрению этого дела. И следователь наш, и адвокат, который я так понимаю, защищал и должен был защищать Рика Кригера в суде. Ну и человек, который первый мне доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие, которое, к счастью, не привело к гибели людей. Ну и не только там, насколько я знаю, суд вменил ему в вину. Не только это. Я вас попрошу, вы меня проинформируйте, прежде чем я буду принимать решение по данному вопросу. Против Кригера объем предъявленных и доказанных обвинений. И это не только акт терроризма. Еще он виновен в агентурной деятельности, наемничестве, создании экстремистского формирования либо участии в нем, незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварию и другим тяжким последствиям. Данное уголовное дело находилось в производстве следственного управления КГБ Республики Беларусь. В ходе совещания у президента были детально доложены все обстоятельства данного уголовного дела. Президент внимательно заслушал всех лиц, приглашенных на данное мероприятие. С учетом обстоятельств уголовного дела могу сказать следующее, что вина Кригера Рика в совершении инкриминируемого ему преступлений полностью доказана. С учетом тяжести совершенного преступления Минским областным судом Кригер Рика был приговорен к высшей мере наказания, смертной казни. Сомнений в его виновности не возникало. С учетом того, что Кригер Рика подал ходатайство о помиловании на имя президента, то данное решение сейчас за президентом. Но надежду на положительное и жизненно важное для себя решение президента Кригеру дает как раз формулировка «могло привести к смерти человека». Рюкзак надо оставить там. У стоящего вагона. Однако на тот момент его уже не было. Тогда они пишут. «Положи рюкзак на железную дорогу, рядом с рельсами, у платформы». Меня несколько раз переспрашивали в мессенджере, действительно ли я оставил рюкзак в указанном ими месте. Я просто сделал фото и отправил. Тем не менее, именно и только президент в Беларуси принимает такие тяжелые решения. Помиловать человека или привести приговор в исполнение. Александр Лукашенко сегодня как раз собрал тех, кто в дело погружен максимально. Само собой, это глава КГБ Иван Тертель, замглавы администрации президента Ольга Чуп, рискурирующая юридические вопросы, следователь по делу Кригера из следственного управления КГБ и адвокат гражданина Германии. То есть всех глава государства выслушал и обвинения, и защиту. Я оцениваю данный разговор как откровенный. Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. И мы со своей стороны рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства. Все в руках президента Республики Беларусь. А остальное все это инсинуация, извините. Мы читаем в прессе много данных и сведений, но у меня лично никаких подтверждающих данных как о помиловании, так и о отклонении этого ходатайства нет. Поэтому Александр Григорьевич сказал, что будет размышлять и примет решение. Еще в кабинете президента наша коллега-журналист Людмила Гладкая, которая детально освещала весь судебный процесс над гражданином Германии. Во-первых, для меня это было полной неожиданностью, что я тоже оказалась на этом совещании, потому что я журналист, я просто делала свою работу. Но вот для президента очень важно досконально разобраться в ситуации, поэтому он пригласил меня как журналиста, человека погруженного в судебный процесс. Я работала на этом судебном заседании практически все время, поэтому кое-что тоже, наверное, знаю и могу рассказать. Я это, наверное, очень ценю как журналист. Был также адвокат, вот тот человек, который защищал этого преступника в суде. Президент хотел досконально разобраться в этой ситуации. И, понятно, для него это важно, как и всегда, для того, чтобы принять правильное решение. Людмилу при этом по-журналистски интересовало и то, как на процессе, который не был закрытым, будут вести себя представители Германии, чьего гражданина судили по тяжелой статье. К проблеме своего Кригера они отнеслись максимально либерально. Да, я видела и реакцию стороны защиты, видела реакцию представителей консульства. Меня, честно говоря, так удивило, когда люди озвучивают, во-первых, тяжелое преступление. Они то улыбались, их почему-то забавляли, вот эти вызывали улыбку, когда зачитывали, может быть, несколько раз, а может быть, и 10, и 20, и 30. Казалось бы, одни и те же вещи, но суд досконально пытается разобраться. Потом, когда был вынесен уже приговор, прошло буквально, наверное, минут пять. Вот они вышли из зала суда, адвокаты, работники, представители консульства Германии. Они так, ну, знаешь, они обнимались, они улыбались. Похлопывали друг дружку по плечу, улыбки. Может быть, им просто реально плевать. Вот они кинули своего, гражданин своей страны, как бы то ни было, какие бы преступления там не совершил человек, но он гражданин вашей страны. Бросили Рико, впрочем, не только власти Германии, но и, как обычно, те, кто его на теракты вербовал, то есть спецслужбы Украины, немцы обещали безопасную эвакуацию, но как только террориста задержали, контакт был оборван. А вот бездействие Берлина Кригера, мягко говоря, очень удивило. Я мечтаю хотя бы еще раз увидеть свою девушку, свою родину, своих родителей. Но власти Германии вообще ничего не делают. Я, конечно, понимаю, что это очень тяжелое преступление. Им абсолютно нет оправдания. И пока я сидела в этом зале суда, я просто не понимала, как человек сегодня в здравом уме вообще способен совершать подобное. Это страшное преступление, теракт. Но, с другой стороны, вот увидев все вот это, вот эту реакцию, его бросили, вот просто. Мне, ну, честно, как-то даже по-человечески стало его, по-женски шаль. Ну, решение принимать президенту, я понимаю, что у него сейчас, ему нужно принять очень сложное решение. Но я уверена, что он, как всегда, поступит мудро. Решение будет правильным. И к этим словам коллеги добавить и нечего. Очередное сложное решение, которое может по закону принять только президент, и только президент его принял. Чуть больше часа назад стало известно, что с учетом всех обстоятельств гражданина Германии Рика Кригера, приговоренного к смертной казни, Александра Лукашенко помиловал. Игорь Тур, Сергей Янковский, Наши новости ОНТ. Воровство как стиль жизни. Сбежавшая из Литвы оппозиционерка в студии ОНТ откровенно о своих недавних соратниках. Вторая часть трехсерийного интервью Ольги Тишкевич. Экс-руководителя регионального отделения оппозиционной партии «Народная громада» и давней подруги Николая Статкевича сегодня в нашем эфире. Как беглые разводят на деньги американские фонды? Сколько среди беглых агентов Департамента госбезопасности Литвы? И почему подготовка нанесения удара дронами по Беларуси не фейк? Смотрите вторую часть интервью сбежавшей сразу после выпуска наших новостей. Территория Литвы вы хотели ударить по Беларуси. Я знала, что мне придется заниматься всю жизнь. В перспективе сотрудничества Беларуси и Роснефти президент обсудил сегодня в телефонном разговоре с главой российской компании Игорем Сечиным. Это нефтегазовая компания, один из крупнейших производителей нефти. Поставляет ее в том числе в нашу страну. Эта тема была предметом обсуждения в ходе недавней встречи президентов Беларуси и России. По телефону Александр Лукашенко пообщался и с Геннадием Зюгановым, председателем Центрального комитета Коммунистической партии России в центре внимания сотрудничества коммунистов двух стран. Оно достаточно тесное. Также обсудили проведение международного антифашистского форума. Он впервые прошел у нас год назад. Геннадий Зюганов пригласил Александра Лукашенко на форум, который состоится в Минске осенью. Организаторы ждут гостей из более чем ста стран мира. Жизнь в кредиту всей планеты. США накопили рекордный госдолг. Впервые в истории страны он превысил 35 триллионов долларов. На антирекорд обратила внимание американская пресса. В пересчете на жителей это по 104 тысячи долларов на каждого гражданина штатов, 266 тысяч на домохозяйство или 483 тысячи долларов на ребенка. Нью-Йорк Таймс отмечает, что дефицит бюджета растет быстрее, чем прогнозировали. Экономические показатели говорят о тяжелом финансовом положении страны. Отмечается, что только за время президентства Байдена госдолг увеличился более чем на 7 триллионов долларов. Все по сценарию цветных революций. В Венесуэле минувшей ночью предпринята попытка госпереворота. Недовольные итогами президентских выборов сконцентрировали свои силы в столице страны Каракаси. Там протестующие безуспешно штурмовали государственные стратегические объекты. Вступали в ожесточенные противостояния с полицией. Ситуация под контролем властей. Однако очевидно, попытки извне воздействовать на страну в ближайшее время не прекратятся. Сегодня оппозиция снова призвала своих сторонников выйти на улицы. Илья Соболев. Бунт проигравших. Якобы мирное шествие с кастрюлями и сковородками. Так все анонсировали организаторы акции протеста. А дальше команда идти к президентскому дворцу. На своем пути разгоряченная толпа бесчинствовала. Поджигала автомобили, покрышки, остановки и мусорные баки. А на призывы полиции не нарушать общественный порядок. В ответ бутылки с зажигательной смесью. Многие провокаторы задержаны, но они добились своего. В столкновениях множество раненых по обе стороны. Есть жертвы. Захватить президентский дворец и аэропорт у этих «мирных» демонстрантов не получилось. Несмотря на беспорядки, обстановка в столице управляемая. В Венесуэле вновь предпринимается попытка совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера. Нами никогда не двигала ненависть. Напротив, мы всегда были жертвами сильных мира сего. Но только представьте, что будет, если они придут к власти. Что интересно, беспорядки вспыхнули не в ночь после президентских выборов. Она с большего прошла спокойно. Почему же недовольные, словно по команде, появились только спустя сутки? Завести на протест Латинскую Америку легко. И тут очень важный момент, почему сразу не произошли выступления массовые. Ведь, казалось бы, если это Латинская Америка, если это, ну скажем так, сначала действия, а потом думать, то все уже должно было быть в Венесуэле сразу. Тут гадать-то не надо. Уши видны издалека. Американского центра пришла команда начинать. Венесуэльская оппозиция уже бросается громкими заявлениями. С нами вся страна. Но на деле вся та картинка из столицы и ближайших небольших городов. Поднять регионы не получилось. Всегда большая часть страны, где начинается цветная революция, она обычно лояльна центральной власти. Она поначалу ни во что не хочет вмешиваться. То, что мы видим в Венесуэле, это шаблон. Ничего там непонятного и необычного. Это начальная фаза цветной революции. Если раскол происходит во власти, тогда такая революция имеет шансы на успех. Если власть сохраняет консолидацию, как правило, никакого успеха здесь быть не может. В Совете национальной безопасности Венесуэлы сообщили многие задержанные с криминальным прошлым. Достаточно и тех, кто уже давно живет в США, но в преддверии выборов намеренно вернулся в страну. Свои интересы и у криминалитета, который открыто поддерживает оппозиционные силы. Мы призываем всех взяться за оружие. Настало время больших перемен и ради этого прольется кровь. Раскачать обстановку в Венесуэле пытаются и сателлиты США в регионе. Пока это дипломатическое давление, но нет сомнений, вскоре начнется и экономическое. В администрации Байдена сегодня заявили, в отношении Каракаса наверняка последуют новые санкции. И выборы — лишь повод. Ведь на Венесуэлу у Вашингтона большие планы. Запад не любит Мадуро. Во-первых, он национализировал многие вещи, продолжил начатые Чавесом инициативы. Запад очень хочет вернуться в Венесуэлу за нефтью. Там есть золото, минеральные ресурсы, которые хотят заполучить западные компании. И если к власти придет оппозиция, она заключит с ними контракты, что приведет к разграблению страны, как это было раньше. Эксперты сходятся во мнении. В ближайшие дни информационное давление на страну продолжит нарастать. Будет непросто. Вероятно, стоит ожидать и серьезных провокаций. При этом Мадуро призвал конструктивную часть оппозиции к диалогу. Однако там недвусмысленно дали понять. Протесты курируют не они, а внешние силы. Илья Соболев, Никита Сташков. Наши новости ОНТ. В Иране прошла инаугурация нового президента. Масуд Пизишкиан принес присягу в парламенте. Транслировали церемонию в прямом эфире. Освещали более 600 журналистов, фотографов и видеооператоров иранских и зарубежных СМИ. На церемонии гости почти из 80 стран. От Белоруссии по поручению президента председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Присутствовали представители России, Кубы, Колумбии, Мальты, Эквадора. Всего 11 председателей парламентов, премьер-министры и президенты. Сама инаугурация согласно Конституции Ирана прошла на открытом заседании парламента в присутствии председателя судебной власти и членов Совета Стражей Конституции. Накануне духовный лидер страны Али Хаминеи официально утвердил Пазишкиана в должности президента. Досрочные выборы, напомню, прошли после гибели предыдущего президента Ибрахима Рейси. Для Белоруссии связи с Ираном, одним из лидеров на Ближнем Востоке, очень важны. Наши отношения прошли проверку на прочность и сегодня выходят на новый уровень стратегического партнерства. Серьезный потенциал имеет торгово-экономическое сотрудничество двух стран. С учетом успешного многолетнего опыта Ирана в противодействии санкционному давлению Запада. Достижению наших совместных целей поможет реализация дорожной карты двустороннего сотрудничества до 26-го года. Во время своего визита спикер Палаты представителей проведет ряд встреч с высшими должностными лицами Ирана. Сегодня уже состоялось несколько кратких рабочих переговоров в здании собрания Исламского совета. Объединить усилия, чтобы не допустить фальсификации и переписывания истории. Ветеранские организации Минской и Московской областей подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Церемония в мемориальном комплексе «Хатынь». Определены основные направления взаимодействия. Среди них патриотическое воспитание молодежи, выпуск совместных изданий о Великой Отечественной войне. Мы вот на этом сосредоточиваемся, чтобы довести до не только молодого поколения. Есть у нас и взрослые, которые, извините, смотрят как-то через какие-то туманные очки. Поэтому вот этот вопрос, смысл и цель нашей работы. В этом году было 80-летие собрания Республики Беларусь, а на следующий счет, как вы знаете, 80 лет Великой Победы. Наша дружба тянется уже очень много лет. Закрепив документально наши вот эти отношения, мы будем делать и совместно, и отдельно на своих территориях все те планы, мероприятия, решать те задачи, которые определены в наших уставах, нашей деятельности. А главными из них, конечно же, является эта забота о сохранении памяти о великих подвигах наших старших поколений, увековечения этих ратных и трудовых свершений. Для гостей экскурсия по мемориалу делегации почтили память сожженных мирных жителей. Цветы легли к скульптуре «Непокоренный человек». Реабилитационно-оздоровительная смена «Веселые сердечки» в очередной раз собрала ребят, которые перенесли сложные заболевания или операции на сердце. 22 человека со всей страны. Помимо оздоровления, досуг, полный игр и реализация творческих идей. Александра Титовец. Дела сердечные. Несмотря на юный возраст, Надя пережила то, что никому не пожелаешь. В месяц отруду она перенесла сложнейшую операцию на сердце. Успешно и без особых последствий. Сейчас живет полноценной жизнью. Как и все подростки, гуляют с друзьями и готовятся к экзаменам. В мечтах экономическая специальность, но и вуз столичный. Но быть вольной во всех желаниях не может. У меня один желудочек меньше, чем другой. И клапан. Проблема с клапаном. Поэтому по спорту ограничения есть. Волейбол с друзьями. Подвижные игры есть, но супер заниматься профессионально. То есть нельзя. Жить обычную жизнь и не чувствовать ограничений – главная задача, которую ставят в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Надежда». В смене веселой сердечки 22 человека. Мальчишки и девчонки от 10 до 17. И каждый из них совершил маленький подвиг в раннем или чуть более осознанном возрасте. Кого-то последствия обошли стороной, кому-то повезло меньше. Иногда здоровье становится той преградой, которая мешает дотянуться до мечты. У меня операция была до года. Я ничего не помню. Иногда дышка. Увлекаюсь шитьем, рисованием. А на кого поступать? Возможно, на дизайнера. Планируешь переехать в Минск? Не знаю. Учитывая здоровье, всякие проблемы, возможно, буду в Музыре. 18 дней рука об руку. Дальше общение перерастает во что-то большее, что несут через всю жизнь. Здесь нет особенных. Все равны. Может быть, поэтому из года в год горят желанием вернуться. Я здесь уже четвертый раз. Приезжаю всегда в очень хорошем настроении. Очень жду эту смену. Вот с этими девочками в этой комнате мы уже здесь второй раз в таком составе. Все общаемся круглый год. Между собой мы очень хорошо сдружились. И нам очень весело. Все время животы от смеха болят. День расписан едва ли не по секундам. Зарядка, завтрак, прогулка на свежем воздухе, настольные игры. А в хорошую погоду даже преодолевают препятствия в нескольких метрах над землей. Веревочный городок прямо в стенах центра. Скучать уж точно не приходится. И даже в плохую погоду находят занятия по душе. Кружки особенно, кстати, в такую дождливую погоду, как сегодня. Выбрать есть из чего. Выжигание по дереву – особо кропотливый процесс. Каждое движение под чутким руководством. Уже за пару занятий можно сделать вот такой вот памятный сувенир. Механизм кажется простой. Отшлифовать дощечку, перенести рисунок. Тут помогут готовые трафареты и копирка. А дальше берем в руки выжигатель. И тут уж начинаются сложности. Неправильный угол инструмента может все испортить. Увлекательное занятие способствует развитию мелкой моторики. Если что-то плоское с двух сторон, вы можете сказать, какая? Особый интерес у ребят к керамике. Здесь полный полет фантазий. От статуэток до украшений и посуды. Помимо этого кружка, импульс к развитию декоративно-прикладных навыков, плетению из бисера, делают изделия из кожи. Ну и куда же без оздоровления? Программа реабилитации у каждого индивидуальная, согласно заболеванию. Ароматерапия, спелеотерапия. Затем у нас проходит мероприятие на открытом воздухе, либо психологический тренинг, который направлен на сплочение нашего коллектива, на сплочение деток. Отрадно осознавать то, что в нашей стране в настоящее время помощь детям с кардиологической патологией доступна. Доступны инновационные операции на сердце, а также восстановительное лечение после операции. Веселые сердечки уже 18 лет приезжают в надежду. 14 смен ежегодно – это реабилитация для тысяч детей, которые когда-то прошли тяжелые испытания. Поддержка, много веселья и свобода для них – то, что доктор прописал. Именно поэтому здесь ребята забывают о своих болезнях. Александр Ситовец, Виталий Мотин. Наши новости. ОНТ. О погоде на ближайшие дни узнаем у Дмитрия Рябова. Дмитрий, добрый вечер. Добрейшего. Активный ненастный циклон Кирси покинул Беларусь. И погода немного улучшится. Атмосферное давление начнет расти. Ветер будет стихать. Умеренно тепло, но не без дождей. Завтра, по данным Белгидромета, погодные условия в Беларуси в основном будет определять область высокого атмосферного давления. Лишь в северных и восточных районах страны скажется влияние более неустойчивой влажной воздушной массы. В среду переменная облачность. В северных и восточных районах кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадки маловероятны. Влажность до 70%. Ветер северо-западный, западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится. Утром температура от 14 до 17 градусов. С учетом влажности и ветра по ощущениям, на пару градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от 20 по северо-востоку до 25 по юго-западу. К вечеру в диапазоне от 18 до 23 градусов. До выходных в основном по северо-восточной половине скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, где и пройдут локальные кратковременные дожди. Днем возможны грозы. На остальной территории дожди маловероятны. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 70%. Ветер северо-западный, западный умеренный, временами порывистый. Температура ночью от 8 до 15 градусов. Днем от 20 по северо-востоку до 27 по югу. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова